здравствуйте друзья в предыдущем видео я рассказывал о том что с меня пытались деньги снять мошенники через оз лотере с австралийских долларах и я считаю что зло должно быть наказано поэтому что я сделал ну я уже говорил что я позвонил в банк там как бы опасности нет атаки продолжаются сегодня уже была попытка снять сначала 200 рублей потом 22 тысячи рублей с карты но я думал следующее что ну во первых судя по всему это кто-то из русских вот пытается снять деньги очень интересная схема смотрите человек моей картой пытается заплатить за какую-то лотерею вот а получить выигрыш на себя то есть получается как бы деньги с меня пытается снять лотерея ну потому что типа это я хочу купить эту лотерею вот и я лишь решил что зло должно быть наказано поэтому я начал небольшое расследование вот я включил поиск яндекс яндекс нашел эту позу лотерею она действительно находится в австралии вполне себе официальная контора вот ну лотерея и лотерея то есть как бы это совсем ничего страшного вот но если это нормальная контора то она должна заботиться о своей репутации поэтому я написал я нашел их страничку значит страничка их в интернете заблокирована по россии вот не работает уже вот но тем не менее я поиск мне выдал на ю тубе значит массу всяких способов как если кто хочет блин возлотерея то можно обойти и там всякие vpn сервисы и так далее там значит советы как обойти чтобы в этой рулетке поучаствовать вот но бог с ними ребята участвуйте но за свои деньги за мои не надо поэтому если эта фирма какая-то достаточно вменяемая то она должна заботиться о своей репутации поэтому я нашел страничку это и озлотерея фейсбуке вот и да действительно австралийская там сидела вот я решил отправить им сообщение на сообщение тут же реагирует бот это говорит о том что ну достаточно грамотные специалисты там работают вот что они через интернет работают вот и я ну знаю английский язык я написал туда письмо на английском языке что ребята вот с моей карты пытаются снять деньги запрос приходит от вас и как бы что вы думаете по этому поводу потому что я этих запросов не посылал вот если они заботятся о своей репутации наверное они должны спросить о том что за карта и так далее и и тогда у них в принципе есть информация о том кто этот человек который пытается потому что этот человек будет пытаться вывести деньги уже на другой счет на личный счет и таким образом но вот во вторых там известно с какого айпи адреса идут эти запросы если они мне эти данные носка предоставят то я уже буду с этими данными искать злоумышленника здесь в россии вот он наверняка здесь вот если нет то я планирую обратиться в полицию австралии это будет интересный опыт так что следите за моими как бы подпишитесь на мой канал смотрите если вам это интересно чем это закончится но я на полном серьезе я буду искать в австралии где зарегистрирована эта фирма по месту регистрации этой фирмы я найду полицейский участок и напишу заявление в этот полицейский участок через интернет и полиции они уже не смогут отказать и полиция должна выдать мне эти айпи адреса если не выдаст но тогда придется значит идти в нашу полицию и просить чтобы наша полиция туда послала запрос но это уже будет сложнее намного нашу полицию кнуть мне больше интересно конечно чтобы ответила австралийская полиция мне вот и надеюсь что они ответят вот поэтому подпишитесь на мой канал смотрите следите за развитием ситуации буду информировать на сегодня все пока